здравствуйте друзья вот этот ролик скажем так на мой взгляд интересный эксперимент я поясню чтобы не было у вас недопонимания здесь позвонили но сработала переадресация по поводу клиента одного нашего и в этот момент позвонил мой личный звоночек телефон и я воспользовался ситуации сделал вид как будто мне звонит настоящий кредитор как будто я это человек как вы понимаете да и вот позвонили сцз инвест сообщили что они теперь основные кредиторы типа по договору цессии ну мы то с вами знаем кто не знает я вам рассказываю никаких договоров цессии не существует выкупаются пакетом сотнями эти долги причем не выкупаются берутся сопровождение и как такового каждому человеку договор цессии не оформляется нет у них такой практике нет такого договора с точки зрения юридической скажем так правовой основы нет и никогда не было то есть рассчитано все на испуг и вполне вполне реально стечение обстоятельств такого рода когда и может и коллектора вам звоните может основной кредитор звонить запросто а потому что основному кредитору важнее чтобы напрямую деньги занесли такое очень часто бывает и вот посмотрите как реагирует коллектор звонилка точнее не сам коллектор то есть если вы было трубочки один из руководителей который в курсе всей этой ситуации то естественно он бы сориентировался ну наверняка бы не было не вот этой истерики а здесь вот эта звонилка и это рассказывается всем по-другому она как в бога верит своего своего работодателя ну потому что она сама там у меня мозгов как у курицы и там можно чуть все что угодно и для нее это непонятно и кажется что такого быть не может ей сказали что они теперь выкупили этот долг да и сказали потому что предъявить доказательств никак невозможно и вот она думает что она права давайте послушаем как вот она истеритой орет зима Я поступил по поводу вашей задолженности по договору займа, который у вас был ранее оформлен в компании «Миле». На данный момент ваш долг находится в нашей компании на основании договора в СССР, в СССР, Граданский кодекс. По какой причине вы не производите оплату? 5 ноября 2016 года. Что? А вот как раз в вашей компании слышали, звонят. А как так, они звонят и вы звоните? Не понял. Сейчас подождите, алло. Куда вам звонят еще? Ну вот, мне звонят с микрофинансовой организации, интересы которой вы представляете. Сейчас подождите, вот труп. Алло, здравствуйте. Так вы же с СССР договору сессии передали. Подождите, я не с вами разговариваю, извините. Вы же, мне сейчас СССР или СССР только что звонит и говорит, что по договору сессии передали. А кому верите? Кому верите? Сергей Владимирович, вы сейчас сейчас не разговариваете. Да подождите, я не могу, мне кредитор мой звонит, интересы которого, как вы говорите, вы представляете. Наберитесь терпения, две минуты. Я переговорю. Я с компанией, вы не с вами разговариваете, вы не понимаете, я не знаю, что вы говорите. У меня на другой номер телефона, вы поймите, извините, пожалуйста. У меня на другой номер телефона звонит именно эта организация, у которой я брал микрозайм. Интересы которой вы сейчас... Именно компанией, именно компанией. Да вот они мне звонят, они у меня на второй линии. Ну, значит, у вас второе слово у меня, там микрозайм. Вы понимаете, что мы сейчас разговариваем по поводу слова, который, по которому мы теперь не разговаривали? Нет, у меня один микрозайм, не юлите. Давайте выясним. Я вам не могу сказать, что я не вижу. Да, все, подождите, я с индитором разговариваю, а не с вами. Вас я первый раз слышу. Да, я с индитором разговариваю, да, я не разговариваю. Да, 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 да. Да вот она кричит, слышите? Вот, кричит, прям усирается. Да, 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 да. Так нет, ну я к вам подъеду и решим все. А почему они говорят, что по договору сессии? Ничего не... Я ничего не... Нет, ничего не получал, никаких... Сергей Владимирович, что за цирк? Да я не с вами, ничего понять не можешь, что я не с вами разговаривал, а попросил побыть на линии. Сергей Владимирович, значит, подказать, что ты зафиксировал? Подождите, сейчас я... А подказать, что вам зафиксировал? Мошенники какие-то мне звонят, видимо. Я сейчас со своим кредитором разговариваю. Вы что, не понимаете это? Вот от имени которого вы говорите и утверждаете, что у вас договор с сессией. Вот они мне сейчас звонят с офиса, со своего. Вы что, не понимаете это? Я не пытаюсь вас достать что-то выслушивать. Мне сказали, что это мошенники мне какие-то звонят. Что вы мне это скажете? Да, Сергей Владимирович? Да, Сергей Владимирович? Да, мошенники? Мы с вами неоднократно уже общались. Да потому что я сходил к своему кредитору, и мне сказали, что никому не по какой-то сессии не передано. Вы понимаете? Кто вам это сказал? Кредитор мой. Кредитор мой это мне сказал. Вы сейчас разговариваете с вашим кредитором. Я не собираюсь с вами сейчас кричать, вас перекрикивать, курить. А вам это и не позволит мне сказать. Если вы не намерены, если вы не намерены общаться с вашим официальным кредитором, у вас было выслано письменное уведомление. Вот из вас еще раз звонят, еще раз звонят. Вы слышите? Я на разно все. Вы слышите, еще раз звонят эти же люди. А вам идете? Алло. Маме переговорите? Да, да. Она кричит, говорит, что она ничего не знает, и все, и теперь они кредитор. Ну, как мы поняли, друзья, она просто бросила трубку, разъединилась, потому что для нее это испытание. Она, у нее, скажем так, внутренний взрыв, разрыв шаблона, как это называется, да. Естественно, она не смогла на местности сориентироваться. Ну, и здесь она, конечно, признала свое поражение. Пипи. Вот такая ситуация. Да, друзья мои, коллекторов бояться не нужно. Коллекторы никто, звать их никак. Я всегда говорил, расчет у них только лишь на ваше незнание, неграмотность, некомпетентность. Ну, и, конечно же, на страх. И вот на канале очень много людей, которые не понимают, как так, почему, кто же им платит, кто им платит, кто их еще боится. Друзья, таких, как вы, единицы. Даже, знаете, сотые части процентов. На самом деле у коллекторов дела, скажем так, идут просто. Они процветают. В изыскательном мероприятии, скажем так, в хорошей динамике растет у них прибыль. И все хорошо у них, поверьте, потому что очень много, очень много в России людей, которые ничего не знают и не понимают. И я призываю тех, кто недавно на нашем канале, кто из числа тех, кто еще ничего не знает и не понимает, подпишитесь на наш канал. Вы много для себя полезных вещей здесь найдете, откроете новый мир. И сейчас у вас остается вопрос, как так все происходит? Почему? Вы же привыкли верить в то, что коллекторы говорят, а есть люди, которые над этим смеются и считают это ахинеей. В том числе и я, как руководитель компании Алиам. Да, это ахинея. Заверяю вас, вам со всей ответственностью это. То, что они говорят, так же далеко от истины, как земля от солнца. Но вы верите, те, кто еще не понимает, что, к чему. И, естественно, многие из вас несут последнее, чтобы, не дай бог, как вы думаете, не нарваться на эти последствия, которые разупрашивают эти черные сказки коллекторы, краски коллекторы. Для вашего, скажем так, для вашей пущей убежденности я еще вас перенаправлю на наш сайт. Сайт компании Алиам. Алиам – это организация, один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Которая занимается помощью людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, с банкирами, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-займами. Исключительно этим. Мы на этом сосредоточены и мы только в этом направлении двигаемся. Поэтому у нас достаточно богатый опыт положительный, он 100% положительный и вы можете пополнить число наших довольных клиентов. Чтобы вы понимали, что мы для вас делаем, я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылка на сайт есть в описании этого и любого другого ролика. Там рассказывается на сайте, именно в формате видеообращения. Посмотрите, там найдете видеообращение, алгоритм работы кредитных юристов, компаний. Посмотрите это видео и вам все станет понятно. То есть для вас теперь не будет, как говорится, загадкой, почему вот так вот можно себя вести с коллекторами. Все встанет на свои места. Там рассказывается, что мы для вас делаем, каким образом поступим, чтобы создать условия, когда банку, вообще любому вашему криптору, будет выгодно отказаться от претензий. Одному, не нескольким, сколько угодно, мы беремся за любую ситуацию. Вопрос цены на самом деле и стоимости вы тоже узнаете, посмотрев это видео. Подчеркну, мы работаем по всей территории Российской Федерации, где бы вы ни находились. Пожалуйста, посмотрите видео на нашем сайте. Ссылочка для вашего удобства также выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Так все станет понятно. И вы, пожалуйста, оставьте заявочку свою в форме на сайте. Ну, либо можете просто написать нам на электронную почту. Она там тоже указана на 946-78-36-собака-мейл.ру Прямо напишите, что я такой-то, такой-то, мой телефон такой-то, такой-то. Я посмотрел видео на сайте, хочу встать под юридическую защиту. И ждите звонка наших специалистов. Мы позвоним вам обязательно в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы и воскресенья. Не пропустите звоночек. Забейте телефон, с которого мы вам будем звонить. Он указан на сайте. Туда не нужно пытаться дозвониться. А именно вот этот номер телефона забейте себе ВКонтакт. И, конечно же, ждите звонка с этого номера. Обозначьте его как юристы, компания, просто а-ля юристы, а-ля какой-то момент. И ждите звоночка. Мы вам обязательно позвоним. Еще раз, для вашего удобства, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликательная подсказка. Вот она. Смотрите на сайте. Это обязательное условие. Тогда мы с вами будем на одной волне. Вы поймете, что мы для вас делаем. У вас практически не останется вопросов. Вы будете готовы принять то самое важное, необходимое решение. Также я предлагаю вам посмотреть видеообращения мои. К гостям, к подписчикам, клиентам компании Аля. Из них уже создан целый плейлист, несколько десятков роликов, в которых я отвечаю на вопросы, которые чаще всего задаются нашими уважаемыми клиентами. Да, и не только клиентами, просто людьми, желающими стать клиентами. Ну и вообще, людям очень интересно, как на самом деле все устроено. Целый плейлист. Чтобы вы не рылись, не копались, на канале в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликательная подсказка на этот плейлист. Вот она. Пожалуйста, буду рад знакомству. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Репост в сетях очень важно, чтобы как можно больше количества людей узнало всю правду. Поделитесь в соцсетях. Все ваши друзья, все ваши подписчики узнают всю действительную правду. Ну и группа ВКонтакте. У нас есть ссылочка на группу в описании этого, либо к поводу этого ролика. Вступайте в группу, там все ролики дублируются. Ну и, конечно, там множество дополнительной информации, которая будет вам не безинтересна. А с вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, счастья, здоровья, финансового плата получим вам и ваших близких. До свидания.